Дорогие друзья, доброе утро! У нас сегодня 23 сентября 2022 года и 4 часа утра, 17 минут, и я еду в аэропорт, в аэропорт местных авиалиний, чтобы вылететь в Мукус для проведения фотосъемки, фотосъемки в музее Савицкого. Так что сейчас выдвигаемся в аэропорт, оставляем там машинку и будем выдвигаться. Ну что, машинка на стоянке, упакована. Да, целый день я буду в Мукусе на съемке, поэтому целесообразнее, конечно, оставить ее здесь. Ну а вечером прилечу, сяду и уеду домой. Я думаю, очень удобно. Так что давайте зайдем, будем получать билеты и регистрироваться на рейс. Ну что, мы в аэропорту. Это третий терминал местных авиалиний. Утро. Ну да, смотрите, еще никого, в принципе, нету. Так что готовимся к регистрации и к вылету. Немножко покажу вам, что здесь есть. Зрение интересное. Коляски для инвалидов. Рентгеновский аппарат для прогнозканирования вещей. Польза. Комната мамы и ребенка. Экспресс-калк кофе. Там у нас туалет. Комната мамы и несобменные пункты. Аппараты. Дающий кофе пока не работает. Копитки тоже. И. Аппарат обоих и пакетбанка. Обменник. Наше табло у нас. Выпуск 7.15. Регистрация в 5.15. Но время еще есть. Так что. Ждем. Мы заказали кофе. Почем. И пару пенечков. С творогом. И за все по все. Получается у нас 30 тысяч. 30 тысяч зимой. Свежие венчики. О, какая красотка. О, какая красотка. Все. Спасибо большое. Начинается посетка с маю. Пассажир. Месяц. О, пункта. Прослезы выезды. Преклянный паспорный нахуй. Прорые слушают. Мои. Киев. Мои. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, посадка началась, по встрече в выпуске покажу еще наши места, будет интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, мы в бизнес-красе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так что, пока все нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что, мы прилетели на выпуск. Радует компания успешистом, кого и варит, потому что очень мягко, грамотно сажаются самолеты-пилоты, очень здорово. Они вообще не почувствовали никакого удара, перепадов. Это уже как практика, да, вот у них. И то, что они такие грамотные, это только радует. По сравнению с некоторыми авиакомпаниями, не будем говорить какими, вы и так прекрасно все знаете. Так что, добро пожаловать в выпуск. А вы знали, что в Узбекистане, именно в музее имени Савицкого, в Карапахстане, собрано второе по величине в мире собрание русского авангарда? Я, честно говоря, не знал. Я узнал буквально недавно, посмотрев фильм-премьеру Валдиса Пельша об Узбекистане. Ссылочку я обязательно оставлю внизу. Обязательно зайдите, посмотрите про наш Узбекистан, как это красиво было преподнесло Валдисам. Я думаю, вам будет тоже очень интересно ознакомиться. И вот эти кадры, которые вы сейчас видите, они взяты именно с этого штука. Я в музее имени Савицкого в Накусе, и посмотрите, что тут есть. Портрет мальчика 1924 год, это картине 100 лет без года. В пустовом у него портрет мальчика, представляете? Вот это да. Государственный музей искусств имени Игоря Витальевича Савицкого. Один из самых крупных музеев в Узбекистане. Коллекцию музея признают второй в мире по значимости и объему среди коллекций произведения русского авангарда, а также лучшие художественные коллекции в азиатском регионе. После переезда из Москвы в Накус, Игорь Савицкий активно участвовал в археологических исследованиях и этнографии каракалпаков, а также собирал коллекцию этнографического материала по каракалпакии. Пораллельно с этим Савицкий увлекался коллекционированием произведения авангарда, запрещенными тогда при советском политическом режиме. Таким образом, ему удалось собрать большое количество художественных произведений, которые стали основой для создания музея. Будучи увлеченным живописью, Савицкий занимался с каракалпакскими художниками. Общение в художественной среде натолкнуло его на мысль о создании музея искусства. И вот в 1966 году Игорь Савицкий убедил власти города о необходимости создания подобного музея. В этом же году власти города выделили для музея здания. Став директором, Савицкий за свой счет по прямым здания и начал формировать коллекцию, покупая произведения непризнанных и малоизвестных художников. Одним из первых авторов, чьи произведения попали в музей, были Исупов, Крамаренко, Кульянов, Фальк, Волошин, Низель, Волков, Курзин, Карахан, Данцикбаев, Финск и другие. Всего за несколько лет советскому удалось собрать в музее одну из наиболее полных коллекций изобразительного искусства русского авангарда. Современная коллекция музея содержит более 90 тысяч различных экспонатов. Среди них произведения русского авангарда, картины узбекистанских художников, а также предметы народно-прикладного искусства Карапакистана и искусства древнего харизма. Нам позаветовали ресторан «Шафран». Говорят, там вкусная шурпа. Сейчас мы посмотрим, насколько там это правда. Хочется чего-нибудь жидкого. Сейчас идем туда. Странно наблюдать, улицы практически пустые. А для этого вам не Ташкент? Ну да. Нет, это террористепенные улицы, а центральные улицы там тоже бывают. Сейчас пик. Сейчас пик бывает просто. Так вот, мы приходили сюда играть в футбол, еще в будущем, потом на вне скультуре и после уроков. И там был такой, как бы сказать, барабарный камень такой, и на нем было высечено, что здесь был построен музей. Музей. Ага. Это что, где планируется? Семидесятых. Вторая половина семидесятых годов. То есть тогда они уже планировали? Тогда уже, да. Это было в плане. Это было в плане. Это было в плане. Ладно. Ну вот этот ресторан. Шафрон. Смотрите, какая здесь довольно красивая очачок. Говяжий бульон. Ласкающий желудок. И вот смотрите, где маленькие пельмешки. Это фондохранилище, где вы работаете. Ага. Вот. И, собственно, это экспозиционно-выставочный, административно-выставочный корпус. В каком году его построили? 2017. Ага. Ну, собственно, свежее получается. Ну да, да. Фонтан включался когда-нибудь? Фонтан включается, но идет с моей точки зрения. Его уже давно нужно переделывать. Это фонтан середины прошлого века. Понятно. То есть сначала заложили его, а потом... Нет, нет, нет. Я смеюсь. Просто потому что, на самом деле, просто люди, кто делал фонтан, они шли по пути на и меньшем сопротивлении. И вот такая вот простая конструктивистская форма. То есть сейчас это выглядит... Убого. У анахронизма. Да. Понятно. Познакомьтесь, Тигран Константинович. Это, можно сказать, директор. Ну, действительно директор. Директор, да. Даже безможно сказать. Музей Савицкого. Да. Очень приятное, красивое место. Сейчас мы пройдемся по залу, да? Конечно, мы идем. Мы сейчас заходим и идем в зал. И посмотрим такие хорошие, великолепные картины, которые здесь представлены. Затем у нас лекционный зал. Это первый этаж? Первый этаж. И мы сейчас поднимаемся на второй этаж, где у нас начинаются эти позиции. Вот у нас на первом этаже у нас все. На втором этаже у нас здесь и выставлены работы основателя нашего музея Игоря Витальевича Савицкого. Уху, да. Ну, вот. Крытал-парские художники. Ну, пойдемте мы тем работам, которые мы будем втекать. Хорошо? Ну, вот мы сделали такую очень интересную выставку, которая называется «Все начиналось так». И вот эти фотографии, если вы посмотрите, то экспозиция, она повторяет то, что когда-то висело много-много лет назад, еще в старом музее. И вот эти мы даже попытались обычной простой пленкой сделать пол, который воспроизводит деревянные полы того времени. Вот. А это единственная вещь, вы можете смело потрогать, потому что это не является музейным предметом. Вот за этим столом работал Игорь Витальевич Савицкий. Так что, такая вот знаковая вещь. Здорово. Да. Ну, из тех работ, которые мы провели, которые под стеклом, открылись несколько. Да. Игорь Николаев. Это, так называемый, стогумен. Гават, стогумен. Жених. И вот эти вещи, они у нас находятся под стеклом. Вот. Три такие вещи. Ну, я могу объяснить, почему этот вносил в такой несколько хаос. Вносил в том, что когда-то, много лет назад, когда еще музей располагался перед Игорем Витальевичем Савицким старым зданием, это было здание, оно не было приспособлено. На первом этаже находился приоритетческий музей, а на втором этаже находился музей искусств, собственно, который создавал Игорь Витальевич. Места было мало. Уже, так сказать, коллекция была довольно большая. И Игорь Витальевич развешивал, для того, чтобы показать как можно больше, он развешивал то, что называется вот сейчас шпалерной развеской. Вот это вот такое многообразие повешенных мест. А вот сейчас экспонирует, как правило, по-другому. Одна, две картины, так сказать. А здесь вот это то, что называется шпалерная развеска. Ну вот, и здесь продолжение выставки все начиналось так. Опять же, в центре вы видите архивную фотографию. И вот эта архивная фотография, и вокруг нее выставлена экспозиция. Уже, кстати, это другое было. Кстати, сказать, да, вот-вот-вот-вот вам тоже, по-моему, ту работу надо будет снимать, потому что мы ее, я думаю, что надо будет позвонить, чтобы с вами были. И до меня не затянетесь. Да. И до меня не затянетесь. А вот при этом, у меня вот эта работа. Вот это вот, по-моему, там бездом университет. Я не помню, но это чисто. Не помню, какие еще есть работы. Были в этом списке, просто не помню. Да, он сейчас поднимется. Коронакод Стал, это там пустыня, что-то еще. А лет сто назад здесь было довольно большое количество лицов. Ну, в принципе, века Амадарьяна была полноводной, здесь был совершенно другой климат. И в регионе всегда существовала традиция резьбы по дереву. И когда Игорь Витальевич Сталиско переехал в Никольск в 50-е годы, во второй половине 70-х годов, со временем вокруг него сформировалась, ну, скажем так, некая среда художников, и в том числе скульптор. И вот эти вот традиционные скульпторы, которые делали резьбу по дереву, ну, то было, что это были различные, различная утварь, детали, юрты и какие-то еще вещи, они после перешли к круглой скульптуре. И, собственно, вот этот переход, здесь очень интересная стилистика, очень интересные мастера. Вот это вот, все это чувствуется по стиле. По дереву? Нет, 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 это дерево, это дерево. Здесь вот вы посмотрите потом, когда у вас будет еще время. Здесь есть и каменная скульптура очень хорошая, и деревянная. Вот здесь каменная, как бы, она не совсем принята, а традиционно деревянная, она распространена, и вот в этом отношении, конечно. В конце нашего ролика хотелось бы заметить один немаловажный факт, и сказать, что меня это действительно очень хорошо порадовало. Музей живет, живет своей жизнью. Очень много посетили, как иностранцев, так и местных граждан. Люди приходят, смотрят, изучают, знакомятся с предметами живописи и картин. И это очень действительно было явно видно. В каждом зале было очень много людей. И нам пришлось даже остановить съемочный процесс, чтобы не мешать посетителям. Если вы будете в накусе, я вам настоятельно советую все-таки прийти сюда, в это замечательное место, посмотреть экспозиции, познакомиться. Ну и вообще вы получите очень колоссальное впечатление. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok